Броски, подсечки и захваты для юной самбистки уже привычное дело. Пять лет назад она связала свою жизнь со спортивным единоборством и отступать не собирается. На днях Елена одержала победу на московских областных соревнованиях подзюдо среди молодежи. Было очень волнительно, так как на следующий этап спартаки Аднецфо отбирается только первый номер. И мне пришлось побороться с победой, чтобы дальше отобраться на второй этап соревнований. В копилке у девушки немало достижений. Она победитель и призер всероссийских турниров по самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Борется только с девочками и в своей весовой категории. Во время тренировок, в отличие от мальчиков, к девочкам-самбисткам нужен совершенно другой подход. Здесь надо правильно подойти, то есть здесь нельзя на спортсмена накричать, что-то сказать такое грубое. То есть у девушек вот так. Здесь надо, наоборот, подбодрить, сказать, что все нормально и настроить на схватку в таком позитивном русе. И помочь спортсмену, спортсменке выйти в позитивном настроении на встречу. Потому что, ну, бывают встречи, что на одну схватку нужно вроде и крикнуть, а на другую схватку надо подойти, наоборот, с таким нежным, скажем так, тренерским напустием. В своих схватках Елена использует эффектный и технически сложный бросок. Учимата. Это подхват соперника под одну ногу и перекат через плечо. Помимо тренировок спортсменка учится на первом курсе спортивного колледжа и мечтает стать тренером. Самбо помогло ей развить упорство, выносливость, а еще выработать дисциплину. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.